Следующий пункт. Переходим к случаю, когда жире неотрицательное, непрерывное на всей прямой. Сейчас дело проще пройдет. Самую сложную часть надо догадаться. Теперь перейдем к случаю, когда функция ж непрерывна на всей числовой прямой. Как думаете, какой мы будем теоремой пользоваться? Ну, снова будем занулять функцию вне отрезка от минус n до n, и в силу неотрезательности fn будут сходиться к f, ну точнее же n, к g снизу моностроном. Рассмотрим последовательность керему моностроном исходимости. Рассмотрим последовательность функций gn это g на индикатор от минус n до n. Видите, более-менее похожим образом мы действуем, что и раньше. По доказанному выше. Выше. Ожидание от gn от x равно интегралу по всей числовой прямой от gn на плотность fx. Согласны с этим или нет? gn это непрерывная на отрезке от минус n до n функция, и она равна нулю вне отрезка от минус n до n. Это предыдущий случай. Поскольку gn от x монотонно сходится к g от x. А у нас расширяется, да? Множество, на котором у нас приближение производится. Вот gn исходится монотонно к g. И gn на f от x монотонно тоже исходится к g на f от x. f от x это не отрезательная функция. То по теореме монотонной сходимости имеем предел при гн стремящейся к бесконечности, ожидание от g от x это ожидание от g от x. И предел при n стремящейся к бесконечности интеграл от g n на f x д мю равно интегралу g f x д мю. Так, ну поскольку вот это, да, равно вот этому, то это означает, что вот это равно вот этому. А это и надо было догадать. То есть этот случай уже разок. Так, следовательно, ожидание от g x равно интегралу по всей прямой от функции g, ну ладно, зависимости от x 1, 2, 2, 5. И снова требуемого разоказа. Таким образом, для случая, когда G непрерывная неотрицательная функция, равен 146 доказано. Так, в общем случае, используем разложение функции G на G плюс минус G минус. Так, скажите, а G плюс, G плюс, это непрерывная функция, если функция G непрерывна? Да. А почему? Да, G и 0. Максимум из X и 0 это непрерывная функция, а композиция двух непрерывных функций это непрерывная функция. Поэтому вот такая функция непрерывная, поэтому здесь никакого фокуса не происходит неприятного. То, что если G у нас непрерывная функция на всей прямой, не обязательно неотрицательная, то все-таки разложение на G плюс минус G минус, G плюс и G минус, это две неотрицательные функции. Неотрицательные, но при этом непрерывные функции. Вот. Значит, имеем. Ожидание от G и X, это есть ожидание от G плюс от X минус, ожидание от G минус от X. Равно. Но для неотрицательных уже формула доказана, да? G плюс на плотность, минус, G минус на плотность. Вносим все под общий интеграл. G плюс плюс G минус, да? Не буду даже так подробно писать. Вот и все. Это то, что надо было доказать. Здесь маленький комментарий. Здесь мы воспользовались тем, что ожидание от G плюс минус, от X, ну я не буду сразу дублировать здесь и для плюс, и для минус, сразу так, что G плюс минус от X, это равно интегралу от G маленькая плюс-минус на F X дмюм, ну это по доказанному раньше, да? Для неотрицательных. Вот. А значит, у нас G, она мажорирует сверху модулем, да? А это у нас в условии сказано, что конечное, да? Вот, ну и свойство E. Так, здесь мы воспользуемся тем, что, да? И свойством E. Значит, это в каком месте-то мы используем это? Вот это разложение, да? Разложение. Это же не из определения ожидания от G от X. Значит, вот что такое... Как было бы по определению ожидания от G от X? Это значит, что я что должен взять? Ожидание от G от X и вот целиком над всем должен быть плюсик, минус. Ожидание от G от X и целиком над всем должен быть минусик. А здесь я подставляю, на самом деле, вот здесь X в G плюс. Это немножко разные вещи. Но! Не понимаете, в чем разница? А-а-а! В чем разница? Ну, собственно, вот вопрос-то. Вопрос. Чем отличается... Значит, у нас есть X от омега, есть G. Значит, G от X от омегы, да? Вопрос, да? Вот у нас есть вот такие вещи. А есть еще вот такие вещи. G G от X от омега и поверх взять плюс. И здесь G от X от омега и поверх взять минус. Вот вопрос. Вот равно ли это или не равно? Давайте запрашивайте. Ну, просто, если мы будем давать определение, разве это будет одно и то же? Чуть-чуть. Но это не будет одно и то же, разве это? Ну, определение, которое мы дадим для G+, которое у нас вот первое и второе. Но все равно максимумы из... Так. Значит, давайте смотреть. Вот что вот это такое? Да? Может быть, оно и правда. Ну, давайте разбираться, да? Разберемся лучше. Значит, это будет что? Действительно. Плюс это максимум, да? Максимум из чего? Из G от X от омега и нуля. Так? Ну, то же самое. А здесь написано G в максимуме. Да, именно. Вот эта штука, это G+, от X от омега, это максимум из G от... Так, сейчас. Максимум из чего? Из нуля. Начать. Сейчас, сейчас, сейчас. G плюс от X, это максимум из G от X и нуля. нуля, да? из g от x нуля теперь в качестве x здесь подставляется экзотомия то есть получается экзотомия то же самое получается а, ну может быть я здесь и что-то перестраховался да? все правильно нет, нет, это просто по определению на самом деле вот это просто по определению, согласен вот все, значит здесь все чисто все справились то есть здесь можно действительно по определению было писать и можно было писать ссылаться на такие вещи но все равно, кстати, это убедиться вот в этом надо показать, что угла не конечная так, следующее это у нас сюжет теорема Радона-Никодимов вот два математика Радона-Никодимов но у меня какой-то крылья не было сломать, прямо не знаю, чем передать это охранник не, нет, сейчас уже не полез все так открываем седьмой раздел значит, зачем нужна эта теорема эта теорема нужна для построения условных матожганий ну и не только вот с ней связаны как раз плотности одной мере относительно другой существования не плотностей вот очень важна теорема так и так сюжет седьмой это теорема Радона-Никодимов значит, пусть х это случайная величина величина для которой определено математическое ожидание ех это означает, что либо е от х плюс конечный либо е от х минус конечный вот тогда по свойству d или согласно согласно свойству d определена определена функция множеств множеств q ну это вместо буковки p другая q которая действует из f в от минус бесконечности до плюс бесконечности причем разрешается ей принимать как минус бесконечности так и плюс бесконечности значения единственное, я здесь не пишу развоенную букву q потому что развоенная буква q это множество рациональных фесел так это формула а еще пока нет формулы 27 значит и определяется она следующим образом q от множества а это интеграл по множеству а от случайной величины x это формула 27 это если в терминах интегралов а в терминах мат ожиданий как это записать скажите х х на индикатор а все разве нет ну у нас просто подождание да от величины х от 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 х от х по омеге х от омега d p да ну это вы и так можете писать и и так можете писать вот ну тогда согласны да можно и так писать можно и так писать вот иногда будем писать так иногда это зависит от того как нам удобно вот покажем что эта функция вот этот у является четно-аддитивной то есть на самом деле мы сейчас будем показывать что функция q это будет так называемая мера со знаком которая не обязательно .. отрицательной от каких-то может быть положительной вот но для нее выполняется свойство счетной аддитивности которое присуще любой мере расширение понятия МЕР и отрицательное значение меры со знаками еще называют зарядок Заряд положительный, отрицательный. Будем показывать, что это заряд. В книге «ширяются» это не называют зарядами. В других книгах бывает. Итак, предположим сначала... А, я не написал. Покажем, что. Х – это не отрицательная, случайная... Нет, покажу, что. Эта функция является счетно-аддитивной. Ну, или, говорят, сигма-аддитивной. Покажем, мне придется писать зеленый. Он вас не знает. Я вот не знаю, какой он уже зеленый или красный? Зеленый он с боками. Так. 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 Предположим сначала, что... Х – не отрицательная случайная величина. Х – не отрицательная случайная величина. Видно или не видно? Зеленый он все... Х – не отрицательная сеть. До р – gravel. Сенко трупно. Ш – не отрицательная слапочка. Если А1 А2 И так далее Попарно Не пересекающийся Множество Из сигнала алгебры F То В силу Следствия 1 Это из теоремы монодонной исходимости Значит, что мы имеем Q От дизюнтного объединения Множеств А Н У нас Согласно вот этой формуле Но я могу в терминах интегралов писать Могу в терминах мат ожидания Мат ожидания Значит X На индикатор Ну, множество вот этого По всем Н Это единица до бесконечности АН Понимаете, почему так? Так Значит Индикатор От дизюнтного объединения множеств Это сумма индикаторов Правильно? Пишу Сумма по всем Н От единицы до бесконечности Х На индикатор АН Но у меня Х неотрицательный И индикатор неотрицательный И можно применить Следствие из этой теоремы Следствие 1 То, что Ожидание от суммы неотрицательных Это сумма ожиданий Это по следствию Следствие 1 Пишу сумму По всем Н От единицы до бесконечности Ожидание Х На индикатор АН Но то, что тут написано Это же Функция Ку Примененная К множеству АН Получается Сумма По Н От единицы до бесконечности Ку От АН И для случая Когда Х Это неотрицательная Случайная величина Сигма Аддитивность Или счета Аддитивности Определенной функции Ку Доказана Но, кстати В этом случае Если Х Неотрицательная величина Это у нас получается Обычная мера Не со знакомой Просто А в общем случае Можно рассматривать Что у нас Счета Аддитивная функция Множность Но Которое И отрицательное Значение Тоже Настеримное Так Значит Если же Х Произвольная Случайная величина Следующий случай Если же Х Это произвольная Случайная Величина Для которой Ей Сопределено То Минимум Из Е От Х Плюс И Е От Х Минус Будет Меньше Бесконечности Тут написано Что Хотя бы Одно Из Е Х Плюс Или Е Х Минус Меньше Бесконечности А значит А значит Минимум Из Е Х Плюс На Индикатор А И Е Х Минус На Индикатор А Меньше Бесконечности Для любого Заданного Множества А Ну конечно Седьмак Они по-моему Не пишут Ему Одно Значит Это для любого Для любого Множества А И сигма Алгебры Э Поэтому В силу Следствия Один Один И Упражнение Тридцать Тридцать Имею Упражнение Тридцать Сейчас Добро Своё Упражнение Мы его Я думаю Что решать Не станем Но Затем Простое Так Простое Мы имеем На индикатор Дизъемного Объединения А Н Значит Х Мы разбиваем В положительную И отрицательную Часть Пишем Вот так При этом Одну из них Точно Потому что Я тут уже написал В качестве Множества А Просто берется Объединение Потому что Здесь сказано Что Q Она может И минус Бесконечность Принять И плюс Бесконечность Это разрешается Что мы делаем Мы Разбиваем Вот это На сумму И по Следствию Один Пишем Сумму От ожиданий Можно Вот так Написать Сумму по всем Н От единицы На бесконечности Х плюс На индикатор А Н Минус Ожидание От Сумму по всем Н От единицы На бесконечности Х минус На индикатор А Н Вот Применяется Собственно Следствие Один Каждому Из этих Потому что Они там Не отрицательные Вот так А дальше Используется Следующее Упражнение Значит Если у нас Есть числовая Последность А Н Которая Сходится К плюс Бесконечности Числовая Последность Б Н Которая Сходится К какому-то Числу Б Моль То Тогда А Н Плюс Б Н Сходится Куда? К Бесконечности Ну К плюс Бесконечности Да Вот Ну И Например Если А Н Сходится К минус Бесконечности А Б Н Сходится к чему-то конечному, то все будет сходиться с суммой к минусной сконечности. Ну вот здесь вот это и есть упражнение 30, вы его посмотрите там с решением. Или сами решите уже. Здесь что мы делаем? Вот у нас есть одна последовательность и вторая последовательность. Здесь верхний предел суммирования до n. Мы можем подробнее писать. Предел здесь при n стремящемся к бесконечности, сумма по n от единицы к бесконечности, ожидание от х плюс на индикатор a, n, значит минус предел при n стремящемся к бесконечности сумма до n большого, да? Так, здесь плюс, а здесь, соответственно, х минус, да? На n, вот. Значит, будем считать, что, ну, тут возможны разные случаи, но будем считать, что вот эта у нас часть была плюс бесконечная, а эта часть была конечная. Вот. И вот оказываемся в условиях упражнения 30. Значит, вот эта последовательность сходится к плюс бесконечности, а эта сходится к чего-то конечному. Тогда, значит, у нас предел, да? При n стремящихся к бесконечности, значит, вот это с этим, да? От единицы до n, так только вот здесь стремящихся к бесконечности, это n большого, да? Вот, до n большого. Сумма х плюс на индикатор an минус ожидание от х минус на индикатор an, так, ну, вот, можно вот так скобочку составить. Вот. То есть перейти от разности пределов к пределу от разности. Да? И там сколько? Ну, ладно. Я все сразу еще и под одну сумму загнал, да? Вот. А теперь тогда я могу... Что написать? Это же у меня просто... Ну, в каком месте? Ну ладно, пока рано. Значит, это же у меня просто предел при n стремящихся к бесконечности. Сумма по n от единицы до n большого. Это как называется у меня? Е от х на индикатор an, да? Вот так, да? И это у меня все равно, что вот такой бесконечный ряд. А это у меня функция q, да? Ну вот. Такой случай мы даже с вами разобрали. Можно я подреку мне? Да. Готовы? Угу. Так. Значит, да, вот здесь можно подписать, что означает, что означает счетную аддентитивность построенной функцией q. так, эмммм. Теперь мораль. Мораль даже запишем. Продолжение следует... Итак, если мы от ожидания случайной величины х определенного, то функция Q, которая при помощи функции х через интеграл строится по мере P, получается у нас новая мера Q, но она, возможно, будет со знакомой. То функция множеств Q является мерой со знаком. И здесь же дается определение, что это такое. Счетно-аддитивный функции множеств. Представимый в виде Q равно Q1 минус Q2. Где Q1 и Q2 это уже не отрицательные меры. Где по крайней мере одна из мер... По крайней мере одна из мер... По крайней мере одна из мер... Q1 и Q2 конечны. Поэтому, конечно, если у нас, например, мера Q2 конечная, то тогда мы минус бесконечности никогда не будем получать, а плюс бесконечности не будем получать за счет функции Q1. Здесь в качестве функций Q1 и Q2 можно взять... У1 от А это мат ожидания от Х плюс на индикатор А, а в качестве функции Q2 от А понятно, что где это? Так, следующий итог, который хочу рассказать, это что построена вот эта функция Q является абсолютно непрерывной относительно мерой P. И, собственно, дам определение, что это означает. А прежде, прежде... Сейчас я хочу объявление сделать. Смотрите, у нас 8 марта пропадают занятия. И чтобы улажниться и рассказать вам условные мат ожидания, я боюсь, что одной встречи оставшихся не хватит. Поэтому, значит, на неделе, когда будет 8 марта, то есть 6-го числа, в четверг... Ага, четверг... 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 6-го марта... Ну, хотя... Ну, хотя... Ну, хотя... Будет стокастический четверг... 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 А кабинет какой? На аудитории 43-31 я повешу объявление. Значит, на аудитории 43-31 я повешу объявление. Четверг... Четверг... Объявление. К interpret script с номером. Аудитории. Вот... Вот, last thing. Хорошо? Покажем, что функция множеств Q обладает следующим важным свойством абсолютной непрерывности относительно меры P. А именно, для всякого A и сигма луны F, если P на множестве A равно нулю, то и Q на множестве A равно нулю. Определение очень просто. Если P A равно нулю, то Q от A равно нулю. Понятно определение? Кстати, абсолютная непрерывность случайной величины это же не просто так. У нас есть случайная величина, у нее есть распределение вероятности Px. Px это что такое? Это такая мера, она определена на параллельской сигма алгебре и определяется так. Это вероятность того, что случайная величина Х попадает в множество B. Она по мере P определяется. Вот это распределение вероятности. Если у нас так окажется, что распределение вероятностей случайной величины Х будет абсолютно непрерывно относительно классической меры Лебега. Пишут, кстати, одна мера абсолютно непрерывно относительно другой, двойная меньше. Меньше, чем μ, где мы видим классическую меру Лебега. То тогда случайную величину Х называют абсолютный прерыв. И теорема Радона-Никодима, она как раз говорит о том, что в этом случае у нас существует по теореме Радона-Никодима, и, скажу, существует такая неотрицательная функция F маленькая, что у нас P от X от B. Это будет интеграл по множеству B от F d μ. Представляете себе? Собственно, вот так можно и вводить, что такое абсолютный прерыв на случайной величины. То есть если у нее распределение вероятности оказывается абсолютно непрерывным относительно классическими меры Лебега, то тогда по теореме Радон-Никодима у нее существует плотность. И вот у нас вероятность попадания по сути множеству B, как я сегодня уже писал, выражается интегралом от своей плотности. Вот докажет. Это я немножко обогнал развитие действий. Итак, вот мы покажем, что построенная вот такая функция F является абсолютной прерывной относительно вероятности P. Значит, это свойство, значит, абсолютной прерывности, это свойство Кратко записывают. 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 И видим. Q, двойную меньше, P. Так, хорошо. Давайте действовать. Доказываем. Ну, здесь я объявление написал. Подумайте. Да, в этот же четверг, после 7.30, если у вас есть какие-то накопившиеся вопросы, я могу ответить на них. Подумайте над вопросами, потому что у нас заканчивается время, ну, курсы, да, два занятия. Если есть какие-то вопросы, я могу какую-то консультацию устроить, какие-то задачи разобрать. Подумайте над этим. Ну, если вопросов не будет, то тогда отпущу. Вот, так. И дальше. Пусть П от А равно нулю, да? Я хочу доказать, что Q от А тоже будет равно нулю. Покажем, что что Q от А тоже будет равно нулю. И И будем сначала рассматривать случай, когда X это простая случайная величина, на основе которой функция Q устроится. Потом не отрицательная, а потом произвольная одна, как обычно. Значит, рассмотрим рассмотрим сначала случай случай когда X это простая случайная величина. Имеем Q от А это у нас ожидание от X на индикатор А. Согласны? Вместо X мы подставляем вот эту формулу и тогда индикаторы начинают перемножаться, да? Получаем мы ожидание от суммы по всем И от единицы до М А ИТ на индикатор А ИТ пересеченного с А. Согласны? Каждая такая вероятность она меньше или равна вероятности А. Согласны? А вероятность А чему равна? Нулю. Значит и само ожидание равно. 1 из 5 разов Так Значит следующее давайте к изицеатру мы помним, что за функция губна в следующий случай пусть теперь 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 X больше равна нуля, да? Найдется найдется вот такая последовательность из простых неотрицательных случайных величин X простых неотрицательных случайных величин что Xn сходится в X тогда по теореме у монотонной сходимости сходимости и доказанную выше мы имеем Q от А это значит у нас что? мы от ожидания от X на индикатор А это будет у нас предел при n стремящихся к бесконечности ожиданий от xn на индикатор а но у нас вот здесь уже доказано что если в качестве x используется функция простая случайная величина то вот эта величина просто будет равна 0 поэтому здесь снова в общем случае используем разложение в сумму двух величин ну в разных так x плюс минус x получаем так так получаем кота это у нас ожидание от x на индикатор а это у нас разбивается как x плюс на индикатор а минус x минус на индикатор а но вот это уже на предыдущем шаге равно нулю и это равно нулю поэтому это 0 и подытожим мораль и так и так интеграл либета либета или по другому от ожидания у от а равно интеграл по множеству а от случайной величины x от омега дп рассматриваемый как функция множества когда множество а пробегает чуть-чуть в малом является мерой со знаком абсолютно непрерывной меры относительно меры ой то есть меры меры да весьма примечательно что имеет место и обратный результат то есть если у нас вдруг оказывается так что одна мера абсолютно непрерывна относительно другой то тогда найдется такая случайная величина x что мера q будет представляться интегралом от меры p сейчас запишем значит весьма примечательно что имеет место p-образный результат и этот результат собственно и называется теоремой радона никодима при помощи теоремы радона никодима будет обосноваться существование условных ожиданиях подводить ожидания подводить ожидания продумаем Пусть омега f это измеримое пространство. На котором будет задано две меры, на котором задано Сигма конечная мера мю Я вам, по-моему, не говорил, что такое Сигма конечная мера мю Значит, это что такое? Мера мю называется Сигма конечной Значит, она действует из сигма лукры f от нуля до плюс бесконечности И, возможно, бесконечности тоже достигается Вот, это Сигма конечная мера Если наше пространство омега может быть разбито на счетное число кусочков Мера мю от которых конечная Значит, если найдется последовательность Омега n Значит, каждая из них измеримая Что в объединении все омеги дают омегу И мю от омега n конечная Ну, для каждого n То есть, все пространство можно разбить на объединение кусочков конечной меры Ну, например, вещественная прямая Ее же можно на счетное объединение кусочков разбить, да? Значит, тут у нас прямая, а мю это классическая мера людей И вот 0, 1, да? 2, 3, здесь Вот минус 1, минус 2 Вот это значит, что вы берете омега 1, например, да? Это омега 2 Омега 3 Омега 4 Омега 5 Ну и понятно, омега 6 Вот, у каждого кусочка длина 1 Вот, в объединении у вас получается все пространство Но при этом мера от всей прямой у вас плюс бесконечность Понятно, да? Вот пример Сигма конечной меры Мы разговаривали об основном о конечных мерах Вот Это сигма бесконечная, бесконечная, да? Да, сигма конечная это бесконечная мера Да, видите? Плюс бесконечность Так Значит, мю у нас сигма конечная мера И лямбда Это у нас мера со знаком Мера со знаком Ну, то есть лямбда представляется как разность лямбда 1 минус лямбда 2 Где лямбда 1 и лямбда 2 это две конечные меры В общем, это две обычные меры и одна из них обязательно конечная Это уже я давал в лямбда мера со знаком Значит, лямбда мера со знаком Мер имен Тогда Существует Такая f измеримая пункция f, которая действует из омега от минус бесконечности до плюс бесконечности Расширенная случайная причина Что? Лямбда от а Представляется интегралом по множеству а от f по мере мю И это для любого а Формула 20 25 36 42 41 42 42 43 41 42 43 43 44 41 При этом функция F определена мю почти наверное единственным образом. То есть если у нас конкурент функция G из омега от минус бесконечности до плюс бесконечности, другая невызмеримая функция такая, что лямбда от А представляется интегралом уже по вот этой функции G, то функция G и функция F равны мю почти наверное, то есть мю от таких омега, что F от омега не равно G от омега равно нулю. Эта диарема без доказательств я ее даю. Ширяк ее тоже без доказательств. Не то что такое доказательство очень сложное. Курьянов доказательство есть, но оно длинное. А у нас времени недостаточно, поэтому мы ее без доказательств берем. И здесь еще одно замечание, одно определение я сейчас дам. Вот. И отключу вас. Замечание. Два. Значит, если вдруг так оказалось, что лямбда это мера, то есть неотрицательная функция, неотрицательная, то в качестве функции F здесь будет использоваться неотрицательная функция. Вот. То F принимает значение в множестве от нуля до плюс бесконечности. Это первое. И второе это определение 6. Определение 6. Функция F, участвующая в представлении 28, называется Производной Радона Никодима. или плотностью меры лямбда относительно меры мю. И обозначается вот так вот. Д лямбда по Д мю. Вот. Это, собственно, и есть плотность распределения случайной величины относительно классической меры лебега. Вот она участвует в маленьком уровне. Вот она и есть. Здесь в качестве лямбда берется распределение вероятности случайной величины х, а в качестве меры мю классическая мера лебега. Вот и все. Значит, там есть утверждение 7. Замена меры в интегральный лебега. Вот. На домашнее изучение остается. Вот. И в следующий раз вот тогда переходим к условному математическому изучению. То есть материал будет попроще. сегодня берется. Вот так вот. Легко. 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 Моца. Благко. М Αtitль